Жить с ним в ладах. Календарь – это не только система исчисления времени. Это хранитель народной памяти. Искатели Якутии намерены разгадать, какие тайны хранят календари наших предков. Это календарь, якутский годовой календарь. Называется «Вечный календарь», потому что он не приурочен к какому-то определенному году, а постоянно действует из года в год. И поэтому называется «Вечный календарь». Здесь год начинается с 1 сентября. Раньше по старому стилю год начинался с 1 сентября, но это якуты переняли у русских. И эталонно-солнечные календари были, более примитивные, наверное, на наш взгляд, на современный взгляд. А можно поподробнее о происхождении графических знаков на календаре? Это Семенов день, начало года. Постепенный переход с летников на зимники начинается. Потом это уже октябрь месяц идет, это уже покров день. Потом уже вот каждый месяц идет и обозначается, разделен на 3 декады, а остальные, вот 31 день, дополнительная графа на каждый месяц идет. И дальше также отмечены вот дни святых, которые особо почитались семьей и носили имена вот сами хозяева. Эти дни отмечались особыми вот такими носичками. Каждый календарь был индивидуален, потому что заказывал его определенный хозяин, и также это зависело от мастерства и религиозности исполнителя уже, мастера, которому заказали данный календарь. И, соответственно, у каждой семьи были разные календари таким образом. Вот такой вот календарь, да? А вот этот календарь, вечный календарь, он принадлежал голове Барагонского улуса Петру Охлопкову. И он имеет вот такие круги центрические, да? Здесь написан вечный календарь, идет название месяцев, количество дней месяцев, да? И вот в внутреннем круге расположены недели, а тут уже месяцы. Месяц расположен, и, соответственно, по кругу вот вставляют вот такие вот стрелочки. Вот этот вечный годовой календарь, а эти считаются недельными календарями, а были еще месячные. Недельные календари, они имеют круглую в основном форму, да? И также они подвешивались вот за дырочку, и имело оно палочку. И палочка втыкалась в каждую дырочку, которая обозначала дни недели. Соответственно, 7 дней недели. Откуда начинается, обозначено крестом. Тоже это недельный календарь. Здесь оставлялась основной. Основная палочка и по кругу также втыкалась в каждую дырочку, последовательно каждый день. Это эвенгейский календарь. Ну, сделан в виде храма, циркульный. И здесь также обозначены вот дни недели. Еще один календарь, вот эвенгейский календарь, сделанный из моржовой кости. На нем графические вот обозначения тоже имеются. Дни недели, месяц вернее, да, располагался таким образом. На одной грани располагалось два месяца. Дни обозначались насечками. Сколько дней в месяц, и столько обозначались вот такими насечками. Вот, допустим, вот круг обозначал, когда солнце появляется впервые над тундрой. А здесь еще есть интересное вот такое вот. Вот в виде оленя, это Георгиев день, он покровитель скота считался, да, и в этот день, ну, после этого дня начинался уже отел тугутов, маленьких оленят. А здесь уже начинает заготовка сена. Предоставленные искателям Якутии календари из Музея истории и культуры народов Севера относительно молоды. Им не более ста лет. Особенным образом... Потому что мы уже праздновать Новый год уже по-новому, добрался-то идти до Якутска. На дворе уже был март 1700 года. И поэтому у нас Новый год, привычное понимание этого слова, отпраздновали только в следующем 1701 году. Якутский народный календарь теснейшим образом связан со скотоводческим хозяйством. Якутский хозяйственный год делился на две половины – летнюю и зимнюю. Зимняя половина начиналась с октября, ассоциировалась с недобрым, пассивным началом – с луной и смертью. Вторая весенне-летняя половина – со светом, солнцем и жизнью. Многие северные народы в самое холодное время года, когда замирает природа и почти вся хозяйственная деятельность тоже, обозначают месяцы обычными порядковыми номерами. В якутском календаре тоже есть месяцы, названия которых переводятся как 6-й, 7-й, 8-й, 9-й и 10-й. Это зимние месяцы. А названия весенних, летних месяцев отражают традиционный уклад и хозяйственно-трудовую жизнь народа. Между тем, исследователи обратили внимание на то, что якутские месяцы, если буквально перевести их название, не совсем соответствуют событиям и природным явлениям года в Якутии. Чтобы понять это, перечислим все месяцы со смысловым переводом. Март Кулон-Тутар Переводится как месяц держания жеребят. Апрель Мусус-Тар Переводится как месяц плывущего льда. Май Месяц удоя А также это месяц икрометания у рыб. Июнь Месяц сосны Когда заготавливают сосновую заболонь. Июль Месяц травы В это время якуты косят сено. Август Месяц большой виллы Это месяц стагования. Сентябрь Месяц якутской юрты Балагана, когда переезжают в зимнее жилище. Октябрь Переводится как шестой месяц. Ноябрь Седьмой месяц Декабрь Восьмой месяц Январь Девятый месяц Февраль Десятый месяц Обратимся к месяцу апрелю, который переводится как месяц плывущего льда. Разве лед начинает плыть в Якутии в апреле? Месяц март переводится как месяц держания жеребят. Многие подразумевают под этим появление новых жеребят. Но кобылы в Якутии рожают гораздо позднее. Многие исследователи объясняют это тем, что народ Саха принес свой календарь с южной прародины. Однако есть мнение, что в якутском календаре нет несоответствий. И все названия абсолютно верны. Некоторые не понимали, долго думали, что якутские южные родины жили. И как будто название некоторые несоответствия с условиями якуты. Например, кулун-тотар. Это жеребят держать в это время. Но, между прочим, вот так готовят к... Через месяц уже начинают рождаться эти жеребят эти. Вот поэтому от матери отдаляет прошлый год он с жеребят в это время. Вот поэтому это правильно. Мужу стар. Апрель. Это некоторые думали, что ледоход в это время... Наверное, якуты раньше такой земли жили, и в это время и доход происходит в это время. Но, между прочим, это просто тает лед. Я думаю, ухуну было оранжево и тает этот лед. Если спросить какого-либо человека о его возрасте, то в Англии в ответ мы можем услышать 40 лет. 40 лет. Русский скажет 40 лет. А якут ответит турдон сас, что в переводе с якутского означает 40 весен. Отчет каждому прожитому году якуты ведут с весны. А с какого месяца начинается год в якутском календаре? Это можно легко вычислить, если начать обратный порядковый отчет от 10 месяца февраля луню. Тогда становится очевидным, что первым месяцем является май. А какой же Новый Год без новогоднего праздника? И хотя среди ученых-этнографов по сей день идут споры, когда отмечать Новый Год 22 мая в день наступления якутского лета или 22 июня в день летнего солнцестояния, безусловно, СААХ считается самым важным в календарно-обрядовой культуре якутов. Но и у этого праздника своя непростая история. Якутский национальный праздник СААХ не праздновали с 1938 года. СААХ посчитали феодальным и религиозным пережитком. К тому же партийные чиновники были уверены, национальный праздник якобы подрывает трудовую дисциплину. Но грянула Великая Отечественная война. Люди и в тылу доходили до морально-физического предела. И нужно было что-нибудь, что встряхнуло бы людей, влило в них уверенность, что они не напрасно работают, не щадя своего здоровья и победа уже не за горами. В 1944 году обстановка на фронтах была уже успешной и праздник был уместен. Проведение эсэха в Якутской АССР было назначено на 24 июня, а в ночь на 25 июня все участники эсэха разъехались по домам и приступили к работе. Водушевление после проведенного эсэха было настолько велико, что уполномоченные по его проведению и сотрудники НКВД с удивлением докладывали о резком повышении производительности труда. Партийное руководство с удовлетворением отмечало, что в праздновании эсэха преобладало новое социалистическое содержание – кумысный тост за товарища Сталина и исполнение гимна СССР. Эсэх – праздник, сопровождаемый ритуалами в честь божеств Аи, с обильным угощением и кумысапитием, танцами, народными играми и конными скачками. В 1992 году эсэх получил статус государственного праздника Якутии. В эсэхе, как в зеркале, отразилась вся этническая самобытность народа саха – обряды, музыкальная культура, национальная одежда и традиционное мировоззрение. После многомесячной зимы люди празднуют радость жизни и наслаждаются изобилием окружающего мира. Традиционно на эсэх приезжают семьями, приглашают гостей. Гостю на праздники подносят чурон с кумысом и приглашают в круг Асохая, после чего гость становится братом по духу. Круговой танец с Асохой символизирует жизненный круг и неразрывную связь времен. Канавя Серге является одним из ритуальных символов якутской культуры. Искатели Якутии сделали одно удивительное открытие. Оказалось, что Серге раньше служило и в другом качестве. Народ Асоха Сергея – это символ календаря. Не просто так, как на вес. И получилось так, что 21 июня, день праздника Исэх, солнце находится в самом Дените. Если Дените, тогда тень от Сергея падает и становится самым в то время коротким. Вот эта тень и есть начало якутского календаря. Ставят первый камень, потом через месяц второй камень, а тень вращается по спирали и получается вот такой большой спираль. Я работал консультантом в фильме «Тайна Тингисхана». Оказывается, вот такие спирали были в степях, а там то пространство большое, и там есть, сейчас говорят, захоронение, балбалы стоят по спирали. А это не захоронение, а это, оказывается, вот спираль, календарь. Это как Англия Сонхэш, а Якутия это всех начало, вот Сергей начало все это якутское календарь получается. И не на ром вот наши предки делали календарь в виде спирали. Якуты пользовались до революции. Она спиралевидная, поэтому здесь 365 точек. Почему несколько рядов? Ну, если по статам получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Это тоже магнитетское число получается. А еще я с ребятами ходил экспедицию, и там мы встретили Виктора Максимова. Он к нашей радости показал вот такой оберег. Их было два. Показали специалистам. Такого аналога, оказывается, нигде нету. И оказалось, что это тоже календарь оберег матери отца. вот здесь видно две окружности. Две окружности. Первый одиннадцать точек, да? А почему одиннадцать вот в традиционном китайском календаре двенадцать вроде бы, да? Да, осознанено, что это двенадцать, но оказывается, одиннадцать. А мы как это узнали? В 205 году во время экспедиции мы сняли северное сияние на средней линии. Это очень редко. Показали специалистам вот лаборатории северного сияния, если оказывается. Они удивились. И сказали, вам повезло очень. Оказывается, в тот день была очень большая солнечная активность. 10 раз больше. Они показали этот график и они сказали, что вот такие явления появляются раз в 11 лет. Значит, по-научному солнечный сикл 11 лет, а не 12. Вторая окружность идет из более мелких знаков. Что это значит? Посчитали и оказалось, что 25. А почему 25? Все говорят 28, это лунный календарь, а 25 оказываются древние люди. Это живая луна, его сикл. Три дня не видно, его сиклает умерший. Вот они сделали насечку живой луны сикла. Но еще интереснее получается, что 11, если умножить на 25, получается 275 дней. Археолог все время сиклает. И это оказывается святое тисло, потому что ребенок находится в тробе матери по столько дней. и оказалось, что два оберега, вот день зачатия, или как они считают, ассу подарили, ну, матери, и они всегда знают, что, когда родится ребенок. Интересно. А в то время они были все время Арзерда. Искатели Якутии все больше забираются вглубь веков, пытаясь познать, что же такое время и чем оно было для наших предков. И еще один вопрос не дает покоя. Кто именно первым попытался остановить и зафиксировать эту зыбкую и таинственную материю? И если время зачатия и появления на свет ребенка так важно было для наших предков, не тут ли кроется разгадка создания календарей. Поиски привели нас в музей археологии и этнографии. Именно там находится знаменитая еланская писаница, обнаруженная на левом берегу реки Лены в 1940-х годах. Ее относят к календарно-астрономическим изображениям бронзового века. Но оказалось, что большую тайну и интерес представляют собой находки, обнаруженные в пещере Хаиргас в могилах, в которых были захоронены женщины. Наибольший интерес представляют футляры для иголок костяных, полученные из слоя нижненноэлитического, то есть порядка 6000 лет тому назад. Всего обнаружено 17 игольников разной степени сохранности. Практически все они выполнены из трубчатых косточек крупных птиц. Орнитологи определили, что это журавли и лебеди. Две трети из них покрыты каким-то орнаментом. Иногда это орнамент, который трудно диагностировать, но несколько игольников покрыты таким орнаментом, который вполне может быть диагностирован опять-таки как календарно-астрономический. Совершенно естественно встает вопрос, что это за календарь, если на нем размещено пять записей пяти лунных месяцев. Кому нужен такой неполный частичный календарь? Ответ очень простой. Вот если обратиться к современному, вернее не к современному, а к народному якутскому календарю, то мы увидим, что он содержит два крупных подразделения. Одно теплый период, когда температура выше нуля. Этот период начинается с 22 мая и заканчивается 13 октября. И второй период соответственно более крупный это холодный период, когда температура ниже нуля. Понятно, что наиболее важным в хозяйственном отношении является теплый период. Продолжительность его составляет 146 суток, то есть практически это пять лунных месяцев. Но не менее важно, что документы-то эти календарно-астрономические принадлежали женщинам и по-видимому по этим же календарикам вёлся счёт от счёт дней до родов. Во всяком случае можно полагать, что некоторые значки вообще говоря представляют собой время предположительного разрешения от бремени. Потому что пять, вот листай в себе пять лунных месяцев, делается один просчёт по ним, потом совершается второй, и, как известно, уже в десятом месяце происходит роды. Ну, а самое главное, это, конечно, биологическая функция женщины, которая очень важна, чтобы её ребёнок родился в самое благоприятное время и оказался жизнеспособным. Как получается, они планировали роды? по-видимому, да. У мужчин какие-то календари были? Честно говоря, вот, если говорить о Якутии, я, конечно, знаю, прежде всего, материалы по Якутии. Все те материалы, с которыми нам удается поработать и диагностировать, это всё материалы, так или иначе, относящиеся к женщинам. Вот самая богатая серия календарей каменного века найдена на Колыме в погребении Розенка, а там похоронена 25-летняя женщина. С ней был захоронен её инвентарь, то есть, собственно, это её календарно-астрономические документы. Получается, что первые календари и первую попытку зафиксировать время сделали женщины. Искатели Якутии могут с большой долей уверенности сказать, что, возможно, так оно и было. Интерес к течению, исчислению и пониманию времени и календарям не утихает. Учёные по-прежнему обращаются к мудрости древних. С 16 по 21 июня 2009 года в Якутске прошла Всероссийская научная конференция «Календарная культура народов Сибири. Стратегия этнического развития», организованная Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Учёные из Якутии, Москвы, Санкт-Петербурга, Бурятии пытались прикоснуться к тайнам календарных знаний предков. На выставке редких календарей искатели Якутии обнаружили уникальные предметы календарной культуры, о которых рассказал Пантелеймон Петров, заведующий музеем истории академической науки имени Башарина. Этот якутский ножик 27 носичек. Это лунный календарь. Эти носички связаны с женским стиклом. А какое первое отношение? Первое это знак оберега. Ну и вот тоже наконечник копья, датируемые ранним железным веком. Копьё интересное тоже имеющее как насички. Тоже наверное связано с военно-календарными обрядами может. Ответить когда был создан первый календарь невозможно. Мы знаем лишь, что на протяжении всей своей истории человечество бесконечно пыталось Продолжение следует...